Друзья, я хочу вам подарить целый комплекс уроков обучения с нуля пошагово, каждый урок правополушарного рисования. Вы сможете после данного курса писать любые картины. Этот курс мы даем бесплатно. Это будет много-много уроков записи, которые пошагово будете выполнять и развивать свое творческое видение, видение художника и развивать правополушарие, которое в наше время отстает. Я занимаюсь уже этим 10 лет. В основном мы делали все в офлайн, вживую. Теперь это все онлайн можете получить. Поэтому сейчас ссылочка внизу есть под видео, ссылочка здесь вот в подсказках. Заходите, подписывайтесь и получите эти уроки уже сейчас. Увидимся на занятиях. Привет, друзья! Снова с вами я, Виталий Ткаченко и Школа Креатива. Сегодня мы продолжаем рисование карандашами и будем с вами разбирать натюрморт. Первое, я намечу предметы. Первое, это будет у меня чашечка с фруктиками. И намечаю эллипс. Один, второй. И рядышком бутылка, она будет повыше. Она будет закрывать где-то третью часть нашего блюда, чашу вот этой. Смотрите, вот яблоко еще можно добавить. Если тут нам по композиции все нравится, не слишком близкие расстояния к краям, не слишком большие предметы, не слишком маленькие, вы можете продолжить дальше. Ну и первое, с чего мы с вами начнем, это будет бутылка. Я беру карандаш плашмя и начинаю делать такую заливку равномерную, не отрывая карандаш. Вот так кладу и просто сереньким таким тоном сделаю такую мягкую подкладку. На этом этапе вы даже можете немножко размазывать пальцем вот так, чтобы подкладочка получилась такая мягкая, прозрачная и воздушная. Для того, чтобы нам с вами сделать теперь это все стеклянным, мне нужно взять и отдельно просто проанализировать. Вот смотрите, у нас бутылка имеет тени, да, какие-то отдельные уже, допустим, вот у края. Это тень вот такая. Карандаш я отрываю от бумаги и начинаю создавать уже непосредственно сам объем. И дальше мы вспоминаем с вами про что? Про то, что там налита жидкость, напиток. Не важно какой, но мы его должны показать мягким штрихом. То есть я его не доблю агрессивно-волосатым таким, знаете, штришком. Важно понимать, что нажим на карандаш должен быть разный. То есть если мне нужно чуть-чуть утемнуть, то я нажимаю на него. Можно немножко проштриховать фон. Я беру диагональный штрих, отрывая карандаш от бумаги, средним нажимом можно чуть-чуть вот так вот поменять направление. Следующий слой. Вот здесь обычно новички испытывают большие проблемы, потому что у них наслоение одного штриха на другой достаточно заметное получается, да. Ну постарайтесь на карандаш сильно не нажимать и в процессе просто почувствовать острие карандаша. Когда есть такая подложечка, мы можем опять вернуться к самой бутылке. Теперь я начинаю нажимать на карандаш, что есть силы, плавно растягивая тень вдоль бутылки вертикальными направлениями, вот так. К краям бутылочка у нас намного потемнее. Теперь она становится еще более объемной. А чем ближе к середине, тем нажим на карандаш я делаю легче. И тут стоит вспомнить про блик. Блики не должны быть у нас черные, они должны быть напротив, наоборот, белыми. Поэтому мы их не заштриховываем. А обходим благополучно вокруг них. Вот такими движениями я проштриховываю бутылку, обходя блики. Блики у нас будут вот здесь немножко сбоку, да, вот так. И тут самое важное. Наш красивый блик. Я беру уголок пластика и протираю вот так вот до бела. Красивый блик. Изящно, ложащийся по форме. И добавляю второй. Вся картина создается слоями. Может быть у вас будет больше слоев, может быть меньше. Но это не имеет никакого значения. Главное, чтобы вы достигли результата. Теперь можно уже продолжить делать следующие предметы. Допустим, наше яблоко. Я сначала беру и выбираю штрих мягкий, чуть-чуть темнее, чем фон. И закладываю, как обычно, сначала тень. На границе со светом можно немножко размазать пальцем. Ну и в принципе можно тень вот так вот подразмазать. Вот здесь можно также мягенько, с градиентом обязательно. Вообще любой штрих делайте с градиентом, тогда у вас все будет хорошо. И углубление. Видите, сначала я не черню, хотя вот здесь очень темно. А теперь вы начинаете углублять середину. Углублять это означает утемнять. Чтобы не смущали наши сливы нас, я также возьму и сделаю для них подмалевок такой. И мне нужно опять вернуться к яблоку. И яблоко как следует аккуратно потемнить. Теперь нужно немножко оторвать яблоко от фона, чтобы оно не прилипло к нему. Я возьму и сделаю ему контур чуть-чуть потемнее. Но опять же с градиентом, который сворачивается вовнутрь, а не наружу, конечно же. Теперь мне нужно отделить сливы. И сливы должны отделяться также тенями. Смотрите, нижняя часть сливы должна быть очень темной. Такая же, как и яблоко. Я ее вот так вот зачерню. Опять же штриховка с градиентом. Выделяю с верхней стороны путем нажатием на карандаш. И получается отделение аккуратное, ровное. И ничего не бросается в глаза. Ну а дальше нам нужно, конечно же, заняться стеклом. Тени на стекле делаются точно таким же образом, как я делал их на бутылке. Ведь они обе стеклянные. Ну просто бутылка у нас темного тона. А вот стекло, оно прозрачное здесь. И тут можно воспользоваться опять же тем же самым ходом. Я сначала беру и проштриховываю средним нейтральным тоном. И пальцем немножко просто размалевываю вот так. А теперь идет детальный разбор. Ну допустим, край нашей чаши. Он должен быть здесь потемнее. И я делаю его потемнее. С градиентом, конечно же. И пальцем размазываю. Не забываем про то, что у нас еще есть эллипс, который опоясывает всю форму, всю чашу. Наша ножка вот здесь имеет полукруглую форму. Для того, чтобы вы сделали ее целостной и при этом объемной, сделайте сначала вот так. Заштрихуйте ее в целом. А потом уделите внимание отдельным деталям. Типа вот такой вот тени, допустим. То есть не начинайте от мелкого. Начинайте маленькими шажками и продвигайтесь все дальше и дальше. Вот тут чуть-чуть затерли. И только потом уже можно не по белому, а вот по затертому, да, добавить теней. Как хрусталики, но с минимальным таким градиентом внутри. И полутона. Помимо света и тени в рисовании и в живописи тоже есть, конечно, полутона. Вот полутон нам дает как раз размазыванность такая, да, размазанность. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я надеюсь, но я уверен, что эта информация была полезна для вас. Но если вы не рисовали, хотя бы просто посмотрели и получили удовольствие. Это была школа креатива. Я, Виталий Ткаченко. Творческих успехов. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok